Всем привет! Сегодня посмотрим, какие у человека, о котором вы думаете, планы на вас. Вместе вы или на расстоянии, не в этом суть. Планы в голове у человека. Даже если вы и сейчас в разлуке, или в ссоре, или у вас всё хорошо, в любом случае у него свои планы на вас. И эти планы часто отличаются от тех планов, которые вы имеете на него. Вот такая у нас жизнь получается. Поэтому я буду рассматривать для вас ситуационные карты на личную жизнь. Это карты Кейпер, немецкие. Немецкая точность. И у нас здесь на дне у колоды карта ваша, взрослый человек, который принимает взрослые решения. Ну, хорошо иметь подсказки от высших сил, так называемых, через карты. Так что смотрите, есть ли у него другая, если у него есть другая, кто у него на сердце, вы или может быть другие дела, не обязательно человек. И какие у него планы на вас. Ловите свои моменты. Это гадание онлайн. Составляйте их в свою картинку мира. Итак, вот он. А вот вы. А вот что будет дальше между вами. А вот совет. Начнем с этого, да? Итак, вот он. Он взрослый человек, как и вы, принимает взрослые решения, обдуманные. Работает тяжело, может быть, варкоголик, работает много. И недавно он получил неприятное известие какое-то, которое его озадачило или поставило в плохое положение, или же он сейчас очень должен принимать какое-то решение, ему очень тяжело, он не знает, что делать. Это он. Теперь смотрим вы. Какую вы ситуацию попали с этим человеком. Но вы с этим человеком как в тюрьме. То есть каждый ваш следующий шаг, он шреват. Попали в такую ситуацию, как такой в шахматах называется цуцванг. Когда следующий каждый шаг усугубляет ситуацию. Что бы вы ни сказали, получается скандал. То есть ситуация усугубляется, вы стараетесь делать хорошо, а он воспринимает все в штуке. И вы сейчас вообще не знаете, что говорить, что делать, да? Вот такая проблема. Это вы. Главная персона, вторая карта госпожи, это вы. И вы сами собой в раздоре, сами себя не понимаете, не видите. Это карта фальшивой персоны. Вы сами себя не слышите. Вы, в принципе, сами себя или накрутили, или создали себе такую ситуацию сложную. Либо же это возле вас есть какая-то фальшивая персона, родственница, там мать, сестра, жена его. В общем, кто-то, кто вас накручивает. Такое что-то есть. Так, дальше. В вашем доме что между вами будет? Ну, смотрите, подарок, он, главный человек, это вопрошающий. Вот вы вопрошающая, да, главная персона. Это он, первая карта. Но он в доме у вас с подарками, придет к вам в дом с подарками. Ну, это же очень хорошо. Ну, смотрите, все наладится. Какой красивый дом, особняк. Если у вас нет еще дома, то будет такой дом. Вот помимо того, что происходит сейчас между вами, он решает какие-то сложные вопросы. Может, по наследству или болеет родственник. Вот это люди, социум, его семья. Такая большая семья, да. То есть, ну, там разные родственники, разный уровень родства. И там у него кто-то либо болеет, либо с кем-то он на ножах не разговаривает. Видите, не разговаривает, закрыта гроб. Или же он недавно потерял кого-то. И он не знает, что ему делать. Он попал в такую ситуацию, в которую он никогда раньше не был. Он переживает и хочет все каким-то образом поменять. Но у него пока ничего не получается. Есть еще, можно по-разному рассматривать этот расклад, естественно. Потому что вы смотрите, вы решаете, как вы этот расклад видите. Но я здесь вижу, что он очень хочет с вами помириться, если, например, поссорились. Да, готовит вам подарок в дом. Но кто-то его не пускает. Может, на нем есть, как говорится, негативное воздействие. Да и вас окружили какие-то враги, которые вам тоже мешают с ним наладить отношения. Они делают это в своих интересах. Им выгодно вот так себя вести. И это какой-то гаслайтинг у вас тоже происходит. Может быть, у вас дети от разных браков, и они накручивают вас. Или родители накручивают, да. В общем, я вижу, что какое-то долгое время по карте гроб у вас может быть разлад в отношениях. И эта неопределенность, она вас утомила. Да, вы ждете стабильности. Но, в принципе, стабильности в жизни не бывает, да. Бывает только такое ощущение стабильности в условиях нестабильности. Это на самом деле правильно было бы, но ситуация у вас сложная. Может быть, какие-то обстоятельства дома складываются. Молчанка. Ссора между родственниками из-за денег. Здесь может быть из-за денег. Вот. Вы не знаете, как вам действовать. Видите, из-за денег, да. Внезапные деньги какие-то. Вот. Эти внезапные деньги поссорили вас. С родственниками или с ним. И это какая-то пустая дорога, да. Гроб это пусто. Пустая дорога, пустые усилия какие-то, да. Вот такая вещь. Вы сейчас или в поездке, или на дороге, или вы сейчас дистанционно с ним общаетесь, да, на какой-то дистанции. Вот. Такое что-то может быть. Или же он в поездке. Но вы сейчас не вместе. Многие, но не все, не многие. Да, видите, еще одна карта. Чейндж, поездка. И она уже выходит с его стороны. То есть, то ли ему нужно ехать, то ли вам. Но у него это может быть пустая дорога. Гробь и дорога, это пустая дорога. Разочарование, тревоги, да. Может быть, недуг какой-то его или его родни. Ну, или он не может что-то осмыслить, не может что-то понять. Поэтому гроб, как бы, его ум работает медленно. Да. Но у него написано на роду дорога. Ему написано на роду с вами жить, вот до старости получается, мэйча вумен. Это как бы вы, но уже в будущем. Или же это может быть его мать. Ну, женщина, которая следующее поколение от него. Она на него сильно влияет. У кого как, да. У него на роду написано трудная судьба. Трудная судьба. У него не очень хорошие гены. Может, с характером связано. Он что-то не может понять и осмыслить. И люди вокруг него, они не дружественно к нему настроены. То есть они с ним находятся в какой-то борьбе. Вы ожидаете. Ожидаете писем от него. Вы ожидаете от него действий, да. Он сказал, что сделает. Но и не делает это ничего, да. Он хочет показаться ловким, красивым. Там с подарками приходит. Вот. Он хочет показаться таким роскошным, таким, знаете, мужчиной. Типа. Дети. То ли у вас есть дети от разных браков, как я скажу отсюда, ссоры. Вот. Что-то связанное с детьми. Или же это может быть новая женщина какая-то, да. В его судьбе может быть. Сейчас посмотрим, кто у него на сердце. Вы или другая. Вот это будете вы. А это будет другая. И вот это карта итог. Давайте смотреть, кто у него на сердце. Вы или другая. Карта свиданий, встреч, влюбленности, да. Конфетно-букетный период так называемый. Другая. Вот видите, она его держит на деньги. Или на какие-то обязательства. Да. Смотрите, у него на сердце и вы, и другая. Только в вас он по-настоящему влюблён. А другая его держит на деньги. И она вот как бы манипулирует им, получается, да. То есть у него на сердце две женщины. Может быть другая это новые долги. Он ей что-то должен или ещё что-то. У меня открытое окно. Так красиво кричат соколы и орлы. Это орёл в данном случае. Да, как говорится, детка. Это Канада, это дикая природа. Кажется, центр города, но здесь полно дикой природы. Интересно. Вот. Надеюсь, вас не раздражает этот звук. У меня всегда открытое окно, чтобы духи помогали делать расклад. Кто не знает. Я пользуюсь светом только из окна. Светом. То есть белый свет, белый день, да. Вот. Поймите, что здесь, если вы спрашиваете, у него на сердце любовь к другой, так я скажу нет. Потому что карта, вот это денег, говорит, что у него нет любви к этой другой. Но у него есть какие-то обязанности. Может дети общие у них. Как у кого. Ловите свои моменты, как я говорю, да. Но во всяком случае, он ей что-то обязан, и он это понимает, и это его стопорит. Поэтому я восстанавливаю это движение к вам. Это есть. Ну и совет вам. Какая красивая карта. Это family room. Это карта комнаты. Личное приватного пространства. И он хочет с вами приватного пространства. То есть он хочет с вами общего дома, чтобы вы съехались, если вы сейчас отдельно живете. Или чтобы вы поняли друг друга, да. Вот это общее приватное пространство, если так аллегорически, так оно получается взаимопонимание. Когда комфортно с друг другом, не надо ссориться друг другу, что-то объяснять, не надо напрягаться в присутствии другого. Можно быть самим собой. Но это большое счастье. Не всем, конечно, дано такое счастье. Имеет такие отношения, где не нужно напрягаться. Но у вас это возможно. Абсолютно возможно. Потому что вот эта приватная комната как раз об этом. О том, что, может быть, вполне этот человек в вас заинтересован именно в этом смысле. Ему с вами комфортно. Он может быть самим собой в вашем присутствии. А вот с ней он не может. Он ей что-то все время обязан. Она его посылает на такой, так называемый, guilt trip. Все время к нему претензии предъявляет. У них все время ссоры. Если он там с другой, вы думаете. Но сердцем он с вами. И, понимаете, здесь такая вещь, что обстоятельства сейчас, они не в вашу пользу. Потому что вы окружены такими плохими, токсичными картами. Это или дома, или на работе токсичный коллектив, или эти отношения токсичные, или его родня. Но многие не хотят слышать, что иногда это ваша родня. Понимаете? То есть у вас есть преграды. Больше, чем у него. У него, в принципе, он к вам настроен очень просто. Он хочет с вами счастья. Но у него вот эти помехи от других людей. Вот здесь, посмотрите, вы как бы одного поля ягода. У вас помехи от других людей. Это другие люди фальшивые. И у него помехи от других людей, которые вообще им манипулируют. Он вообще полностью манипуляция идет. И это может быть его родня. Кстати, у некоторых это может на работе им манипулируют. Это, понимаете, у него в жизни сейчас так все просто. Черно-белая шахматная игра, можно сказать, да? То есть все очень просто. И если у вас в шахматах, да, опять вернемся к шахматам, потому шахматы и таро, это одно и то же, это про жизнь. Если у вас плохая позиция, как в шахматах, да, то это не значит, что нужно делать плохой следующий ход. И я вижу, что у вас сейчас плохая позиция на этой шахматной доске вашей жизни. И у него плохая позиция. Но это не значит, что следующий ход, который вы будете делать, нужно делать плохой. Наоборот, когда плохая позиция, нужно искать самый лучший ход. И вы его найдете. Вот здесь переезд, я вижу. Вы ожидаете, что это случится, получение каких-то документов или средств. Он тоже хочет избавиться от давления этой женщины. Вот. Он тоже хочет с вами найти приватность. Это же тоже интим. Интим, да? То есть обстоятельства должны сложиться благоприятно. И дело все в том, что когда плохие события происходят или хорошие, это всегда связано с тем, что готовы ли вы к хорошим событиям, или готовы ли вы или он к плохим событиям. До сих пор были плохие события. И для каждого события человек должен созреть, быть готовым. Тогда появятся возможности. Тогда сложатся вот таким магическим совершенно образом обстоятельства, которые вам помогут. Которые будут способствовать восстановлению отношений. Да? Вы пройдете все преграды. У вас изменится настроение. И я вижу, что все наладится. Какие у него планы на вас? Планы вам подарить подарок. С вами жить в одном доме. Он очень хочет для вас купить особняк, имение, там такое все. Недвижимость, другими словами. Может быть, это связано с потерей родственника, и может быть, связано с наследством. Может, он продаст что-то и купит в другом месте, или отремонтирует у кого этот дом. Но что-то такое у некоторых может проиграться. Я должна все варианты сказать. Он мечтает об интиме с вами, о свидании, о интиме. И он будет все делать, чтобы этого достичь. В этом нет абсолютно никаких сомнений. Так что желаю вам в этом большого человеческого счастья. Не переключайтесь. Следующий расклад будет на тему вашей судьбы, вашей жизни. Независимо от того, вы в отношениях или нет. Независимо от того, как складывается с этим или с другим человеком. Каждый человек должен жить своей жизнью. В раскладе очень много часто показывает, что вы живете для других. Для него, для детей, для внуков. И потом, когда человек уже становится старше, он всегда на себя обижается. Каждый. Что я не жила для себя. Я жила для других. Я собой не занималась. Я вообще, жизнь прошла мимо меня. Когда вы живете для другого, переживаете, будет он, не будет. Приедет, придет, подарит. И так далее. Даже там дети, не обидят ли они, не сдадут ли они меня в старческий дом. Как вот это все будет. Пока вы волнуетесь о таких вещах, которые второстепенные должны быть. Но, к сожалению, это такая дьявольская вещь, бесовская. Это демоны. Демоны отложенной жизни. Вы положили свою жизнь on hold. И живете для других. Это демоны отложенной жизнью. Это вообще очень свойственно для женской натуры, для женской судьбы. Поэтому мне очень часто ангелы, которые всегда присутствуют в раскладах, и они присутствуют, естественно, невербально на уровне света, они мне говорят, Лена, обязательно заканчивай расклад тем, что разложи карты опять. И дай людям поразмышлять о своем бытие, о своей жизни. О как будет складываться своя жизнь. Вот какое у вас жизненное предназначение. Лично для вас. Что вообще будет, да. Естественно, этот человек, все нормально будет с ним. Он будет вас любить и так далее, судя по раскладу. Вот. Но важно, как вы будете жить для себя. Потому что никто не может сделать нас счастливым. Никто. Даже самый большой герой в нашей жизни. Только все зависит от человека самого, способен ли он создать у себя вот в ауре, в своем внутреннем сознании, такое удобное, комфортное, счастливое состояние. И как раз об этом сейчас будет следующий расклад. То есть мы посмотрим все сферы жизни. Кстати, мне некоторые мои друзья рассказывают, что они когда сверяют первый расклад, который я делаю для отношений ваших, естественно, для семьи, а второй расклад лично для вас, вот что вам нужно знать о себе, о вашем будущем. Когда люди скрамливают, они тоже больше информации получают о том, как он себя будет вести. И мне говорят, что когда эти два расклада складывают, люди, говорят, получают более полную картину. И такое у них чувство, что они пошли на консультацию, за которую тысячу долларов дали. Но у меня, вы знаете, у меня общие расклады. Каждый себя находит. Ни за что не нужно платить. Так что продолжайте смотреть. Должно быть интересно. И познавательно. Лично для вас. Со мной здесь карта, которая называется символон. Кто не знает, карты – это не обязательно что-то, что является стигмой. Карты – это просто повод поговорить. Повод с вами нам встретиться. Да? Я пока карты мешаю, вам расскажу, как я это вижу. А как вы это видите, пишите мне, пожалуйста, в комментариях. Потому что кто меня не знает, я из Канады, by the way. Например, в этом культовом фильме «17 мгновений лесны» у вас есть там салами, у меня есть коньяк. Сейчас давайте будем разговаривать о жизни, о том, что нас ждет. Или, например, вы едете в поезде, разговор в поезде. Поезд – это жизнь, это метафора жизни. Там у кого одно, у кого другое. В общем, что-то должно стоять на столе. На кухне это важно, потому что кухня – это именно там, где что-то стоит на столе, как говорится. Сейчас можно сказать, что в своем доме вы не хозяйка и не хозяин. В вашем доме сейчас орудует какой-то кукловод, какой-то человек, который агрессивен к вам, который не на вашей стороне, который чихал на вас, как говорится, и на нас с высокой башни, и у которого, может быть, есть к вам много претензий, и, может быть, который вас не то чтобы не любит, а может быть для вас опасным. И этот человек находится в состоянии вот такой торговли, в состоянии сплетен, торговли с вами, как бы хочет вами воспользоваться, находится в торговле. Это может быть необязательно дома, это может быть на работе. Вот такое положение, где агрессия очень сильно идет, агрессия идет, связанная с обманом. Но вот эта карта называется «Абортированные дети», она очень страшная карта в этой колоде. Она показывает, что сейчас назрел момент сопротивляться злу или сопротивляться каким-то образом, да, сопротивляться этому всему. Я не знаю, каким образом вы будете это делать, но в доме у вас сейчас много токсичности, очень много токсичности, много обмана, много недосказанности, много страха и много торговли с собой. Вы торгуете с собой, но я иначе не могу, но как же иначе, у меня не получится, или же я тогда поставлю себя в неловкое или опасное положение. Вы сами с собой торгуетесь, да, и это вызывает еще большее, большее состояние опасности и напряжения внутри, потому что вы не можете сказать, что хотите, вам, знаете, за это может быть что-то плохое, или вы не можете себя чувствовать свободно, себя в доме не можете чувствовать себя свободно, а в вашем доме орудует кто-то другой, кто вами управляет. То ли это солдат, то ли это торговец, но кто-то из этих двух хипостасей орудует в вашем доме, который вас управляет, вами управляет. Торговля может связана с деньгами, но что делать, деньги-то нужны. Или же насчет солдата, так это вообще просто такой синдром страха, что вам что-то будет за это, и вы боитесь, вы боитесь сказать слово, вы боитесь разозлить того, у которого в руках есть что-то, что может вам навредить. И это у вас происходит в доме. Такая очень страшная токсичность. Сами видите, какие карты. Осознание этого тоже помогает. Осознание помогает, чтобы не сойти с ума. Это очень важно, осознать именно ситуацию. Главное, интересно, что когда такая сложная ситуация в жизни у человека, то я знаю по себе, осознание – это уже все, что вам нужно. Все остальное мозг вам даст решение проблемы. Когда проблема решается нашим умом, она всегда неправильная. А проблема, когда решается при помощи высшего сознания, она всегда правильная. А нам главное осознать, знаете, как у этих анонимных алкоголиков, у них главное осознать, что у тебя есть проблема. И сказать, что есть высшая сила, которая, ну, высшая сила, что-то, что больше меня, которая мне поможет эту проблему решить. И это высшая сила, это вот эти спонсоры, которые им помогают, это общество, которое не хочет больше так жить, как жили раньше. Но это просто намек вам. Вот эти анонимные алкоголики, их идеи, они очень интересные. Это может сейчас вам помочь выжить в это трудное время, потому что, я же говорю, кто-то вас принуждает в образе солдата или с вами торгуется, и это происходит в вашем личном доме. Так что это то, что я сказала, поможет вам выжить. У вас сейчас такое чувство, что вам нужно выработать стратегию, чтобы выжить. И вам нужно утешение. Как человек может получить утешение? Я, как гомеопат, могу вам дать рекомендации, естественно, по этой карте. То есть, есть утешение старым плохим лекарством. Это, ну, сами знаете, там бокал, вот такое все. Это старое, очень плохое лекарство. Invinus spiritus. Это означает, что в вине есть дух дьявола. Да? Оно вас все равно потом уничтожит. Это якобы лекарство. Но вам, некоторые из вас именно, в общем, к этому подвержены сейчас, потому что вы не знаете, как справиться с тем, что на вас влияет, давлеет. Но, очевидно, есть другие способы. Нужно заменить, да, этот бокал или что-то там. Ну, например, посмотреть мой эфир, например, да? То есть, заменить это время, делать что-то другое, потому что пустое, святое место, пустое не бывает, да? Если вы ничем не замените то время, когда вы этим страдали, то у вас будет очень сложно от этого избавиться. Но нужно избавиться от вредных привычек, прежде всего. И тоже нужно избавиться, может быть, от порочной какой-то страсти, может быть. Или же кто-то хочет вас к чему-то привязать, но говорит, что вот я тебе даю как бы помощь, да? Как бы с одной стороны страсть, а с другой стороны вот или это кольцо на руку вам одевает, говорит, теперь ты под моей защитой. Ну, сами понимаете, что тогда человек будет слабый, если он под защитой того, кто проявляет страсть, а тот преследует. Преследует, например, в современной культуре, это называется stalking, это очень опасно. Он преследует, значит, он будет настаивать над вами в дальнейшем. Он будет вынимать из вас энергию по капле. То есть, если человек страстный, вот такой вампир, он может стать психологическим вампиром, он будет страстный во всех отношениях. Если он такой яркий, страстный, харизматичный, он может в вас влюбить в себя. Но потом этот человек только вот на этом адреналине, на этой страсти едет. И у него вся жизнь такая будет. Например, если вы ему не дадите больше страсти, потому что страсть у него сама утихнет, он будет другую искать, например, да. Или это работа, эта профессия не даст страсть, он может бросить работу, будет безработным. Или, может быть, это у вас есть какой-то жар души, да, к чему-то страсть. Вы должны понимать, что страсть – это хорошо только в начале чего-то, в инициации. В астрологии есть такое понимание, в начале чего-то, вот как состояние овна, состояние инициации. Здесь нужна страсть, нужно верить и не сомневаться и желать очень. А потом всё это дело начинается, дальше идёт по заготиркальному кругу, мы начинаем спускаться на землю и так далее. То есть со своей страстью нужно бороться. И в этом вам поможет, конечно, целитель. Я как целитель здесь, ну, я гомеопат. Я здесь могу вам помочь моим советом. А также вы думаете, вы задумались сейчас, а в чём моя фортуна? А в чём будет фортуна для меня? Что вот из этого всего, что происходит, для меня лично? И вы думаете, ничего хорошего? Моя жизнь как была плохой, так и есть, а стало ещё хуже. То есть вам нужно выйти из этого состояния обманутости. Вас обманули тем, что ну вот, всё будет хорошо, вас обманули. Вам нужно перестать быть страстным человеком, да, перестать, может, приверженцам быть плохих привычек. И фортуна ваша в пути, ваш успех не в том, что вам навязали, а именно в пути. Фортуна в том, чтобы счастье, да, фортуна счастья, это замечать в течение времени. А люди, которые находятся в состоянии страсти или в состоянии привязанности или в состоянии обиды, они не замечают в течение времени и не хотят, чтобы время скорее прошло. И вот у вас есть эта тенденция желать, чтобы время скорее прошло. И в этом ваша ошибка. Вот. Потому что мы живём и сейчас, и искусство замечать в течение времени является той фортуной, которую вам нужно культивировать. здесь таки такие слова я думаю вам помогут берем карты германия день и ночь это богиня дня и ночи сезоны сезоны природа богиня времени которая придет придет время и сильный страх медуза горгона называется эта карта сильный страх опять же можно взять одну две или три карты здесь и вы поймете чем я говорю обязательно что касается вас то есть мой язык иносказательный вам нужно сделать своим чтобы понять ну как бы покоя нет покой нам только снится да и сложная карта до карта в принципе она говорит о течение времени она говорит о том что время это но это тоже символ смерти понимаете то есть смерть это то что было то что было и больше не будет но она может быть в нашем уме она может быть в нашем уме и когда мы вспоминаем прошлое мы всегда его немножко перед переделываем переоцениваем модулируем и этим можно поменять прошлое даже то прошло которое отрезано от времени потому что отрезано все что было в прошлом до отрезается из из нашего настоящего Но остаётся ощущение. И те трагедии, и те страдания, которые вы прошли, они забываются. Они, наоборот, становятся, может быть, даже какими-то ностальгическими воспоминаниями, к которым вы возвращаетесь. Но то, что с вами происходит, ваша реакция на текущее событие, это напрямую связано с той трагедией или переживаниями, которые вы прошли раньше. И смерть имеется в виду, что нужно отрезать этот участок времени и убрать из своей жизни. Нужно отрезать своё ощущение, что вы там ещё живёте, в том прошлом. И всегда, когда возвращаетесь в прошлое, задайте себе вопрос, как я могу увидеть то, что было, как бы с другого угла? Или ещё лучше, если вы ещё более осознанный человек, я знаю, что вы такая или такой есть. Как я могу посмотреть как бы извне, выйти из этого состояния, быть там. Есть такая хорошая практика. Себя нужно увидеть как бы со стороны, себя увидеть в этих страданиях, которые с вами произошли, как бы со стороны, а потом сказать себе, себе той, которая там была, я тебя сейчас оттуда забираю. У меня мороз идёт по коже, когда эти слова говорю. Я тебя сейчас оттуда забираю. И тогда вы будете сами себе в служении, вы будете сами себе слуга. Вы сами себе сделаете очень нужную службу. Вы поможете себе, как никакой психотерапевт не поможет. Я вам это скажу. Я сама психотерапевт. И я вам в этом сейчас помогаю. И тогда вы приобретёте стабильность. Стабильность во все сезоны. Стабильность днём и ночью. И уйдёт у вас страх. Вы приобретёте стабильное положение в себе. Ваш внутренний мир, он всегда должен быть стабильным. Он никогда не должен шататься. Потому что внешний мир, он всегда шатается. Может, неправильное слово? То есть внешний мир, он всегда очень нестабилен. Вообще в космосе нет стабильности. Мы её не можем найти во внешнем мире. А внутренний мир должен быть стабильный. И только тогда, когда вы будете у себя в служении, вот так, как я сказала, избавитесь от своих страхов, смертных каких-то страхов, только тогда вы приобретёте внутреннюю стабильность. Если, ну, конечно, в одно видео это невозможно, смотрите мои другие видео, это же совершенно безоплатно, чтобы я вам ещё дальше помогала. Карта золотой клетки. Ну, я думаю, 6 хватит. Вообще я брала для других стран меньше, что-то там рука потянулась. Ну, как рука потянулась, так я и делаю. Вы же извините, если что не так. Что вам нужно понять из этого расклада? Какая-то меланхолия есть у вас, да? Меланхолия связана с тем, что вы хотели бы для себя не того, что есть. Почему у нас меланхолия и грусть? Обычно, когда наша действительность расходится с тем, чего мы хотели. Не только хотели, а к чему мы стремились, ради чего мы жили, что мы делали, куда себя вкладывали. И меланхолия от того, что мы не получили нужного результата. Да, например, копили денег, оказалось, что они девальвируются сейчас везде, да? Или же старались на работе, а работу делать больше не можете, потому что она вам здоровье портит. Или же старались на работе, чувствуете, что вам неинтересно больше работа, или вы ее не потянете, или вы не можете добиться никакого карьерного роста там. То есть у вас чувство меланхолии. И даже, я бы сказала, чувство отчаяния, потому что вы чувствуете, что вы себя вот этим состоянием закрыли, или вас закрыли возможности ваши, Или возраст, из-за возраста меланхолия. Не нужно, не нужно. Возраст – это оно, что-то заканчивается, что-то начинается обязательно. Другое. Это другое нужно найти, если это возраст. Или, например, возрастные родственники, или еще уход за возрастными людьми – это тяжелый труд. То есть отчаяние есть. У вас такое чувство, вы уходите по кругу, и вы не знаете, как выйти на дорогу свободы. Вы задыхаетесь от этой несвободы. Да? Ведь дело не в той, в каком вы стране живете. Где там какая демократия, где правовый закон, право, где там суды нормальные, где там такое. Не в этом дело. Мы в своей темнице сидим, зажатые в своих рамках бытия. И вы сейчас зажаты в рамках этого бытия. Может быть, вы боитесь становиться старше, и вы боитесь, что с этим ощущением, что вы старше, а на какие деньги вы будете жить? Вот этого, может, вы боитесь. Или что вы становитесь старше, и вы не нужны будете там ни детям, никому, а хотят только вас использовать для внуков и так далее. Это тоже обидно, да, взрослым людям. Но жизнь – это путь. И если здесь, в Канаде, то вообще даже… Но это не позволяется. Дискриминация по любому поводу, там, расовому или же возрасту, и считается очень большим табу. Нельзя, нельзя, иначе очень большие consequences. Ну, видишь, в некоторых странах, как у нас наша бытность прошлая, считалось как бы нормально, вот мне пишут, ой, как вы похожи на мою бабушку, это так мило. С одной стороны, спасибо, что я мила, мне это льстит. А с другой стороны, вы, наверное, не знаете, что сказать человеку, что бабушка – это указать на его возраст. Да, это уже перейти на личность. Ну, может быть, может быть, в основном меня смотрят люди немного моложе меня моего возраста, или много моложе, но в основном немного моложе меня смотрят. Но, может, вы боитесь старости, может, по этому поводу меланхолия. Жизнь – это путь, это путь, это духовный путь, это материальный путь, жизнь – это путь. Не бойтесь этого пути. Да, не нужно ни в коем случае. Не привязывайтесь к тому, что вас думают другие люди. Они вас видят только с одного угла, со своего угла. Вот астрология нам всем в помощь в этом плане, потому что мы все видим всё под углами. И не нужно придавать большому значению, как вас видят другие люди, потому что они не видят вас целиком. У них нет holistic view у вас. Они видят вас из своего угла, из угла своего зрения. По-другому это называется – из способности понимать что-то, да, вас понимать и так далее. Вам нужно избавиться от этих привязанностей. Может, у вас есть привязанность к чему-то, к страху за материальное. Может, есть привязанность к какому-то духовному, каким-то навязанным вам убеждениям. Да, они все же разные. И религия – это не только хорошо, но это тоже и плохо. Привязанность какая-то. Нужно избавляться от привязанности. Нужно быть свободнее вам, да. Именно вот внутренняя свобода, она не зависит от внешней свободы. Но никак не зависит. Это сказал еще этот, как-то его, Франкл, что ли, который в Освенциуме понял, что внутренняя свобода, она не зависит от внешней свободы. И человека можно все забрать. Но внутреннюю свободу, внутреннее достоинство у него забрать нельзя. И если у человека есть цель, он будет жить. А если у человека цели нет, он не будет жить. если вот одна цель кончилась например на пенсию да вот у меня сейчас муж он хочет пойти на пенсию ему предложили работу в колледже висок профессорскую работу он говорит вау я думал как я буду ну вот то есть одни двери закрываются другие откроются вот так вот ну вот хорошие очень карты они дают вам очень много на пусть жизненных я желаю вам счастья пусть во всем везет пусть ваши силы во щедро благословляют а мы с вами скорость и непременно увидимся еще не забывайте что самые темные времена можно найти счастье если не забывайте обращаться к свету напишите мне если знаете откуда вы откуда это это хэри поттер и репоттер конечно она взяла то просто из разных духовных практик мира да такая очень умная женщина вот она у меня в том что она сделает хорошо ресерч она по-моему ресерча была да она пошла библиотеку изучила разные духовные практики и воспользовалась магическим мышлением людей и сделала вот такое такую детскую штуку мы все дети внутри вот интересное событие да в общем так для вас здесь открыто вот и вот вот вот